Вода уже почти ушла, но режим ЧС остался. В нем сейчас живут сразу несколько районов края. Лобинск, Мостовской и Отрадинский. Их территорию Вениамин Кондратьев сначала осматривает с воздуха. Дожди идут уже больше недели. Сегодня небо тоже затянуто. После облета руководитель региона оценивает ситуацию в каждом районе уже с земли. Лобинск, река Неволька. Сейчас выглядит как безобидный ручей, но во время проливных дождей несет угрозу паводка. Так же, как и местная река Кукса. Решение уже найдено. Русство этих рек нужно расширить, а на самых опасных участках построить пролетные мосты с большей пропускной способностью воды. Мосты 2 миллиона. Впоследствия ликвидации любого десятки миллионов. Поэтому здесь надо однозначно даже не думать, как их надо заложить. Заложить не на 5 лет, а на следующий год. Цена вопроса, вот при такой ситуации обычной речушки будет 10 миллионов. Но спасем мы, я говорю, мы сотни миллионов спасем. Иванович, разрешите, давайте мы сейчас совместно с главами проработаем те проблемные места, узкие места, с возможностью затопления. Но куда еще важнее расчищать реки от ила и камней, которые течением приносят с гор. И не только в Лобинском районе, высказывает свое мнение Кондратьев уже на пути в Мостовской. Вопрос не в дамбах и не в береговое укрепление. Сколько в чистке русел рек, правильно я говорю? Абсолютно безусловно. Сегодня важно понимать нам то, что просто по-русски реки нужно очистить. Тогда в этом случае с расширенным руслом, с дноуглублением, мы просто-напросто будем контролировать естественным способом свободный проход воды. Много воды. Так с древнетюркского переводится название поселка Псибай. Но с постоянными подтоплениями жители не согласны. И сразу же окружают главу Кубани с просьбами о помощи. После последнего паводка сегодня их улицы, дворы и дома. Уже если и не в воде, то по колено в грязи. Одним из решений – отвод рек Армянки напрямую в Малую Лобу. Решение какое? Три есть пути. Чистить рукав. Второе – делать береговое укрепление. А третье – отвезти каналом. Отвезти. Отвезти надо. Сохраняется режим ЧС пока и в Отрадненском районе. Здесь от воды пострадало почти сотни человек. Сегодня они так же, как и все, ждут не столько компенсации, сколько разрешения их беды. Помочь может строительство новой дамбы, которую Кондратьев требует проектировать, не откладывая в долгий ящик. Ведь если берега всех разливных рек будут надежно укреплены, а их русла расчищены, то каждый дождь уже не будет выливаться в новый режим ЧС. Мария Крошная, Денис Перец и Денис Маскаленко. Кубань-24. Мария Крошная, Денис Перец.